Здесь у нас находится маточная рассада, которую выкапывали осенью из грядок. Нам привозят ее сюда на размножение, на зимовку. Мы начеренили уже часть, находится сзади. И в дальнейшем она весной тоже пойдет на посадку. Все цветы в теплице – разные сорта гераний. Прошлым летом эти многолетние растения украшали клумбы и цветники города. Осенью их выкопали и привезли сюда, в тепличный комплекс дирекции благоустройства города. Здесь их обрабатывают, пропалывают, а весной снова на клумбы. Посадка начнется в середине мая. В этой секции у нас розы, которые в дальнейшем мы будем черенковать. И эти черенки, высаженные в горшках, уже пойдут в дальнейшем на город. Вместо замерзших за зиму растений, вместо просто выкопанных пропавших роз. Пропавшие розы – тема отдельная. Каждый год находятся неприличные люди, которые выкапывают городские цветы прямо из клумб. Вместо пропавших сотрудникам ДБГ приходится подсаживать новые из тепличного комплекса. Цветочная палитра для выбора здесь обширная. Розовые, белые, переливающиеся, желтые и так далее. А сортов всего три – кустовая, чайно-гибридная и плетистая. Высаживать их начнут также к середине мая. А увидеть их можно будет на площади Ленина и около здания ЗАГСа. Мы находимся в теплице, где только распекированы неделю назад, на этой неделе, рассада цветочных однолетних культур. Это бархотка, целозия, георгины, циния. Посев начинается с января месяца. Теплицы работают круглогодично. И подготовка к весеннему посадочному сезону начинается с самой зимы. Это уже растения однолетние. Одной бархотки здесь 200 кассет, по 54 цветка в каждой. Это больше 11 тысяч. И только в одной теплице. Бархотки, кстати, будут высаживать раньше всех. Начнут с монументов, памятники, площади. После их вместе с другими цветами будут высаживать во всех районах города. Субтитры создавал DimaTorzok